Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Сегодня я хочу поговорить о том, как наши векторные рисунки переводить в растер и как их можно потом публиковать в социальных сетях. Если вы публикуете какие-то картинки в социальных сетях, вы знаете, что, например, Инстаграм отличается тем, что все картинки, которые вы туда выкладываете, они квадратные. То есть, вот, например, мой профиль. Все абсолютно картинки, которые я туда складываю, я их подгоняю под квадратный формат. Либо же, если это обложка для IGTV, она будет вертикальная, но все равно, когда вы ставите превью, оно у вас будет квадратом, то есть оно обрежет сверху вам. Давайте я покажу, как это выглядит в иллюстраторе и покажу, как с этим делать. А то же самое, если вы, например, на YouTube, сейчас покажу свой канал, и вот эти вот все обложки, которые есть, это тоже сделано в Adobe Illustrator, потом сэкспортировано и поставлено сюда. Как видите, тоже есть свой определенный формат обложки. Если вы сделаете сюда квадратом, то оно у вас так смотреться хорошо не будет. То есть, либо это что-то простое, либо я показываю примеры по отрисовке. То есть, вот это вот все. Я сейчас буду показывать на примере Игры Престолов то, что у нас был марафон. Вот сейчас я эти файлы открою и покажу, как я это делала. Соответственно, если у нас это обложки для YouTube, я знаю уже соотношение сторон YouTube. Если кому-то интересно посмотреть, у меня размер вот такой. Соответственно, это 376 на 220. Можете принскрин сделать. Вот это хорошо обложки подходят для YouTube. А после этого, что я делаю? Я создаю такого размера монтажную область и на ней размещаю, соответственно, определенным образом картинки. То есть, что мы будем рисовать. Технический рисунок от руки. Я показываю шаблоны и я показываю то, что мы нарисовали. То есть, обложка, как правило, отвечает. Ну, это просто пример. Соответственно, вот это все, это у меня монтажные области. Видите, вот они подписаны. Монтажная область 1, монтажная область 1, копия 5. Я могу скопировать монтажную область, если она мне нужна. И потом что-то еще сделать. Далее, это все векторные объекты. А вот если я это хочу перевести уже и прикрепить обложкой, мне нужен растр. Для социальных сетей подходят два формата. PNG и JPEG. File, Export, экспортировать как. И вот здесь, когда вы уже задали монтажную область и на ней сделали какую-то композицию, вам нужно использовать монтажные области, чтобы вам программа автоматически по монтажным областям сделала экспорт. И здесь вы уже показываете, что у вас это будет все, либо это какой-то диапазон. Например, мне нужна только одна обложка сейчас или все. Уже в зависимости от этого я выставляю. Например, одна. Я говорю, экспорт. И мне программа предлагает дополнительные настройки. И вот здесь обратите внимание, вам нужно выбрать либо среднее качество 150, либо же качество 300 DPI. Если выберете 72, то возможно, что какие-то фактуры, текстуры и мелочи у вас не будут показаны. И за счет этого вы не сможете красиво передать то, что вы задумывали. Поэтому обращайте на это внимание. И также, если вдруг вы выбираете формат PNG, то у вас будет возможность выбора прозрачного фона. Для соцсети не нужно выбирать прозрачный фон. Вам нужен либо белый, либо черный, либо тот, который вы задаете там, как есть. Говорите «Окей», он у вас сохраняется. И потом уже и эту картинку вы применяете в социальной сети. То же самое с квадратиками. Например, давайте я на этом покажу, чтобы не было особых проблем. То есть в следующий момент мне нужно сделать, например, вот эту вот штучку, чтобы она у меня пошла квадратом в социальную сеть Instagram. Я делаю монтажную область. Она у меня должна быть квадратной. Я могу сюда войти и поправить. Обычно я делаю размер 20 на 20. Соответственно, это миллиметры будет 20 на 20 сантиметров. Вот я ее и сделала. После этого я беру эту монтажную область и на нее размещаю те объекты, которые у меня есть. Соответственно, делаю какую-то композицию. Ну, в зависимости от того, какая у меня стоит задача на данные картинки. Сейчас я приближу, чтобы было лучше видно. Вот. Я ее обозначаю. Можно обводить рамочкой, можно не обводить. Это уже очень индивидуально. Какие-то посты я обвожу рамочкой, какие-то я делаю приписки. В зависимости от того. Можете у меня посмотреть в Instagram, как это все делается. То есть, вот такого плана. И уже вот эту картинку я буду экспортировать. Файл. Экспорт. Экспортировать как. Использовать монтажные области. Диапазон. И это будет у меня 12-я монтажная область. И говорю, куда мне ее надо сэкспортировать. Экспорт. Опять же, выбираю, скажем, 150. И вон они, смотрите. У меня вот она появилась. Теперь это у меня PNG. И просто картинка, которую я могу спокойно запыльнуть в Instagram или еще куда-то. Для Facebook, для контакта, одноклассников, квадратный формат не обязателен. Для Instagram предпочтительен. Если вы Instagram, допустим, предложите не вот такую картинку, а вот такую, она ее разместит и возьмет от центра, вырежет вам вот так квадрат. И единственное, что вы будете видеть на вашей картинке, вот такой квадрат. Поэтому я настоятельно рекомендую все-таки картинки адаптировать. У меня часто такое бывает. Я их адаптирую. Если вы готовите формат Stories, это формат 9х16. Соответственно, ширина 90, высота 160. И внутрь вот этого листа, вы, кстати, можете его пропорционально увеличить или уменьшить, но это правильный формат для Stories, который туда встанет. И уже на нем располагать композицию. Она будет немножко другая. И точно так же ее экспортировать. Будете вы потом на нее что-то добавлять, будете что-то делать, в какой последовательности они будут располагаться, это уже ваше художественное выполнение. Я вот рассказываю, ну как это. И вот это уже экспортируете. То есть в зависимости от того, куда, для какой социальной сети вам нужно контент и ваши картинки адаптировать. Например, это YouTube, это лента Instagram, а это Stories Instagram. Большая разница. И так же для этого видео я буду делать, соответственно, две обложки. Я буду делать обложку для YouTube и обложку для IGTV. При этом на IGTV есть одна хитрость. Давайте мы с вами это сразу и сделаем. Можно, например, взять вот эту барышню, скопировать их. Получилась новая монтажная область. Пишем название. То есть вот вам сейчас показываю, как... Пишем название. Как готовить векторные картинки. Для чего? Для... Для... Социальных сетей. Соответственно, пишите, что там и как. Сюда я соберу сейчас картинку и покажу. У IGTV есть тоже особенность. Он такой же, как Stories 9х16. Но, когда вы делаете предпросмотр, он вот так вот вырезает квадрат по центру. И на предпросмотре показывает именно этот квадрат. То есть то, что будет видеть человек, который войдет в вашу ленту и увидит предпросмотр, вот в этом квадрате. Соответственно, композиция вашего вот этого изображения должна быть таким образом, чтобы она гармонично вписывалась в квадрат, и чтобы не было акцента, то, что когда я обрежу, у меня будет именно эта часть девочки. А вот здесь снизу будет приписано название видео, желательно его не засорять большим количеством текста. То есть это тоже своеобразное такое искусство, именно композиционно. С точки зрения экспорта, я вам показала, там ничего сложного нет. Старайтесь делать либо 150, либо же 300 точек. И желательно, чтобы у вас был формат RGB. То есть у меня вот здесь не совсем верный формат, у меня ЦМИК стоит цветовая модель. Лучше, чтобы RGB. RGB более яркие цвета, и на экране она вам даст более яркие цвета. При этом, вот, например, когда я эту девушку делала, почему я ее открыла для примера, я могу ее показывать и экспортировать последовательно. Я могу сначала показать, ну, грубо говоря, тело, да, нажать File, Export, у меня сохранится одна. А после этого начать ее одевать, надеть на нее платье, опять сказать File, Export, она сэкспортируется, включить ей волосы, File, Export. После этого добавить еще аксессуары, File, Export. И у меня получится, что с одного изображения я буду делать разные картинки, просто за счет того, что я меняю слои и постоянно, как бы, ну, что-то добавляю. Моя программа будет это считывать. Если слой стоит невидимым, то он экспортироваться не будет. Тоже нужно учитывать. Такие вот хитрости при экспорте. И здесь, как и во всем, всегда важно понимать, зачем вы это делаете, для какой социальной сети и какие требования у этого изображения, что оно должно рассказать, как оно должно привлечь внимание подписчика и какая у него должна быть композиция. Это очень важно. Надеюсь, что я ответила на вопросы, которые мне задавали. И удачи! Это очень интересный процесс. Пока-пока!